Здарова, дорогой! Сегодня у нас с тобой обзор вот такого чудо-юда от Asrock. Asrock это дочерний бренд Asso, для тех, кто не знал. Как мне кажется, они под ним всякую ерунду суют, но это может быть мое мнение, я ошибаюсь. Мне как бы с моими картами, с челленджами не повезло. Ну а тут Phantom Gaming, и многие ребята хвалят эту карту. Вот она сама, эта карточка, я ее только что достал. История карты такая, что я покупал гиги гейминги RX 5600, и вот мой позвонил товарищ, говорит, Алёна, ты что там делаешь? Я говорю, карты покупаю. Он говорит, а, говорит, карты покупаешь, а что, говорит, есть, я говорю, ну вот такая ерунда есть. Он говорит, возьми мне 12 штук. Ну мы 12 штук ему взяли, один себя ему уже отправил, одну он мне дал надзор, и благодаря ему, благодаря Джоннику, есть, соответственно, этот ролик. Давай по порядку. Значит, три кулера. Раз, два, три. Ну, на вид они такие, знаешь, савдеповские, что-то давно забытое с 2016 года. Ну, я, конечно, утрирую. С задней стороны четыре порта. Первый дисплей-порт, второй дисплей-порт, третий HDMI и четвертый тоже дисплей-порт. Получилось три дисплей-порта, один HDMI-порт. С обратной стороны защитная наклеечка висит о том, что карта не вскрывалась, при том, что радиатор огромный, да, чем-то она напоминает Sapphire с той точки зрения. Не по характеристикам. По характеристикам я пока не знаю. А что вот с ладошку она умещается, да, сама получается печатная плата вместе с бэкплейтом. Бэкплейт, по-моему, пластмассовый. Поправь меня в комментариях, если я ошибаюсь, да. Так вот, что радиатор больше, чем, сам ты понял, вот эта вот печатная плата. Давай посмотрим, что снутри. А снутри мы с тобой все, что хочешь, что я видел. Вон видно процессор, вон они видны термопрокладки, но, по-моему, термопрокладки здесь лучше прижаты, чем на челленджере. Ну, мне так кажется, по крайней мере, визуально. Так, с обратной стороны, что меня радует, здесь один PCI-8 порт. Это очень хорошо, с той точки зрения, я люблю, когда вот так. То есть, вроде как, меньше по мегахэше можно выжать, потому что меньше фас питания, с одной стороны. Но, с другой стороны, ты с одного блока, там, на полмегахэша меньше майни, да, можешь подключить, условно, там, 6 или 8 карт, в зависимости от того, какой уже у тебя блок. Что мы с тобой будем с ней делать? Мы будем над ней издеваться. Что имеется в виду? Мы будем ее шить, потом прошивать и еще прошивать, менять разные тайминги, да. Мы, конечно, посмотрим хешрейт нам на трех популярных монетах, это точно. То есть, это будет эфир, причем эфир будет в доунвольте, эфир будет в разгоне, с потреблением и так далее. Все, как мы с тобой любим. Потом, это должна быть обязательно ворона, и это будет либо бин еще, либо нимик, посмотрим. Ты готов? Обзор RX 5600 от Fatom Gaming. Погнали! А спонсором сегодняшнего ролика является Pool E-MCD. На МCD ты можешь зайти помайнить виточек со своего аккаунта, можешь зайти помайнить кефирчику, можешь зайти помайнить лайткоин. И другие основные коины тоже тут есть, поэтому заходи майнить. Почему ребята там майнят? Потому что там хороший профит этот раз. Во-вторых, у Pool русская поддержка, то есть ты можешь зайти, видишь, как у общества здесь 2100 человек, и задать какие-то вопросы, которые тебя интересуют. А также у них сервера в России, поэтому нету потери пакетов. И, кстати, ребята делятся своей комсой из блоков. Поэтому заходи, майни, и спасибо Pool E-MCD, мы продолжаем. Простое мы с тобой чуть попозже посмотрим, потому что я уже запустил. У меня это хозяйство сейчас майнит 159 ватт, это вместе с тушкой. И на безопасных настройках я запустился, то есть Core MM Voltage 775, Memory 900, 39.3 пишет. Это майнит у меня уже хозяйство 36 минут. Ну я включил, ты понял, пошел по своим делам. Сейчас что будем делать? Сейчас будем шить, будем душить, будем все делать. Но перво-наперво, давай попробуем стоки разогнать чуть побольше, посмотрим, что получится. Для этого я тебе что предлагаю сделать? Memory Voltage чуть увеличить до 800. И Core Voltage трогать, не трогать. Эту карту индивидуально. Я пока что так оставлю. И попробую дать 930. Ядро оставлю 1200, тоже безопасное. Что мне нравится у Phantom, а это мне действительно нравится, это с Challenger не сравнить небо и земля. То есть если у Challenger открыть сейчас, я тебе сейчас покажу. Вот такое вот, видишь, безобразие, при том, что карты в боксах. Ну слава богу, не на всю культи в боксе я включил. Но тем не менее, видишь, да? Не сравнить тут и не сравнить тут. Но вот этой бета-версии я стартанул. Здесь в этой версии поддержка 3080, 3090 и как бы адаптирована, вроде как они говорят, для 5600, для 5700. Потребление чуть-чуть незначительно выросло, но она вот уже застопорилась. Где-то 46, видимо, она и будет работать. Ну и давай попробуем ее прибить. Ядро до 1370 поднимаем. Memory 960. Core Voltage до 800. И Memory Voltage тоже 800 пока ставим. Посмотрим. Если не стартанет, прибавим. Не можешь стартануть. Давай я вот здесь 850 Memory Voltage задам. Может, получится тогда. 41,9 с потреблением 173 Вт. То есть карта в данный момент кушает 132 Вт получается. 133, 135, вот так. Если карт будет больше, то будет еще больше кушать суммарно. Почти 42 МХ взяла. При этом чип вообще холодный, 64 градуса. То есть вот этот осрок. И вот этот осрок, это небо и земля, я тебе хочу сказать. Слушай, ты прикинь, ее бомбит и бомбит. В каком смысле? Память 70, все замечательно. Потребление, да, конское. Но это адаптированное дело, да. Но мысль не в том. А мысль в том, что я сходил в Макдональдс. Прошло 48 минут. Я думаю, ну, наверное, приду и как бы покажу время, как она зависла. А ее бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Она не хочет останавливаться. Так что, ну, как бы, я не знаю, что делать. Вот что делать. Вот я просто сейчас выключаю и включаю режим в доунвольте. А она, как бы, не отлетела вот на этих параметрах. Видишь, ну, на дистанции, ясно дело, отлетит, но как бы держит, понимаешь, мысль. Для доунвольта 1.40 ядро. Как бы не идеальное, но примерно тебе же точные цифры, точно данные не нужны. Memory Clock 930. Core Voltage 690. Memory Voltage 755. Карта начала майнить, приблизительно 45-46 с потреблением 109-110 ватт. Фактически, минус тушка. Жмем на паузу. На паузу. Сейчас река остановится. Мы как раз увидим потребление чисто на холостом ходу. 52 ватт. Слушай, мы неправильно с тобой высчитали, получается, да? Потому что 52 ватта минус 150, это, да, это мы неправильно считали. Ну да хрен с ним, ладно. Теперь будем считать правильно. То есть надо было не минус 40 вычитать, а минус 50. Ну что я могу поделать, я же сразу не посмотрел. Давай, ладно, смотри, скачиваем BIOS. Вот здесь кнопка есть. Get. Пока скачиваем BIOS, идем быстренько на канал к Ливану. Только к Ливану не рассказывай, что я к нему пошел. И вот здесь вот ролик. Здесь какой-то фирменный BIOS, короче, скачал. Сейчас мы его скачаем и затестим, братан. Ливан, положи под ролик. Я, короче, его BIOS под свой ролик положу. Так, я от меня что-то не скачал. Сейчас Ctrl F5 нажму. Еще раз загрузить. Все, загрузка пошла. И вот у меня в отдельной папке два BIOS. Один BIOS, который мы скачали у Ливана, который он скачал у какого-то фирменного блогера. И вот это оригинальный. Я его так и назову, что он оригинальный. Вот, собственно, и все. Для тех, кто ни разу не прошивал, вот он у меня ролик на канале. Тут уже тысячу лайков собрали. Как прошить 5700? Ну, так же и 5600, собственно. Сейчас у нас карта превратится в MSI. Ты не пугайся. Слушай, что-то не прошилось. Тут еще какая-то вот Force Upload есть. Давай вот так попробуем прошить. Он спрашивает, прошить? Я говорю, прошей. Он говорит, будет MSI. Я говорю, мне пофиг. Вот, видишь, пошел значок. Типа прошивает. Ну, я перезагрузил для применения новых настроек. И вот так. А срок превращается в MSI. Так, сейчас она стартанула на холостом ходу. Я вообще ничего не нажимал. Уже пишет 40 мегахеш. Это уже радует. Стартанул в режиме Deon Volt 1130. Ядро 930. Memory. Core Voltage 680. Memory Voltage 800. Потребление 156 ватт. Минус 52. Это 104 ватта. Но так считать неправильно. Потому что в этих 52 ваттах уже холостой ход видеокарты учтет. Заговариваюсь. Поэтому это неправильно считать. Но принято так считать. Но ты должен учитывать правильно. Так что 104 ватта получается на полном ходу. При 44 мегахешах. Теперь я тебе... Это причем хозяйство уже 20 минуту майнит. Обрати внимание. Теперь я предлагаю тебе дать в разгоне. В разгоне. То есть, как в первом режиме мы давали. Дать то же самое. Сюда допишу я 960. Сюда допишу. Ну, давай 1370. Сюда допишу Core Voltage 800. Да, забыл тебе самое главное показать. Температура чипа в порядке. 70 градусов. Кульки на максимум. Хотя кульки у меня заданы на 80. Но видно на 80. А срока это 100 у МСА. Судя по всему. Другого объяснения у меня нет пока что. И Memory Voltage я дам вот здесь 850. Не знаю, что будет. Самому интересно. Давай, save and deploy. Погнали. Чип памяти 70 градусов. При этом она майнит 45.4. 45.4. 45.4. Не на словах. 18 минуту. Видишь, да? Ну что, 45.6. 45.6. 45.6. Никак она не хочет у нас 46 мегахэш показывать. Ладно. Ломать так ломать. 915 сюда пишу. Сюда пишу 975. Заценика 46.1. Прошло 33 минуты. Карта майнит 46.1. 46.1. 46.1. И она никак не хочет слетать. Единственный здесь нюанс в том, что 194 ватта минус 52 ватта это 144 ватта. А теперь ответь мне на вопрос. Стоит ли получается там 30 или 40 ватт 2 мегахэша? Я считаю, что не стоит. Но каждый сделает вывод для себя сам. То есть на дистанции я не уверен, что она так будет держать. Тем не менее 35 минут она держит. Самое сложное это найти рабочий режим. Почему это самое сложное? Потому что это проверяется на дистанции. Поэтому мы с тобой так договоримся. Ты мне пообещаешь, что ты будешь, если ты купил эту карту, искать сам рабочий режим. А я по своему опыту просто возьму примерные значения, от которых тебе отталкивается. А ты потом уже будешь более ювелирно сам уже настраивать эту карту. С учетом того, что она держит 940, я наверное вот сюда рисну написать 935. Core Voltage я наверное напишу где-то вот так. Хотя я думаю, что можно наверное и 690. Меморевольтаж я наверное напишу где-то, ну вот так напишу где-то. А ты уже сам донастраиваешь. Я попробую вот так запустить. Надеюсь, что запустится у меня. И на дистанции подержу пару частиков. Если пару частиков поработать, значит от этих значений можно отталкиваться. И от них донастраивать. Понимаешь, они не есть правильные, но от них можно будет отталкиваться. Я думаю, если будет красивая цифра на Current Power, то есть на текущем потреблении. В принципе, вот так получилось неплохо. И по потреблению 160 минус 52 получает. Сколько? 108 ватт. 108, 109, 110 плюс-минус. И по температуре памяти 70. И по хэшу 44.2. И это возможно будет рабочим режимом. Не точно, но скорее всего так. Так, я еще минутку где-то понастраивал, понастраивал. Решил оставить вот такие настройки. Смотри, сейчас заводиться не будет. Значит, чуть память опускаешь. Здесь чуть-чуть Memory Voltage прибавляешь. Ну, это от карты индивидуально же зависит, скорее всего. Core Voltage как бы, ну, 11.00 у меня что-то не держит ядро. Пришлось задать 11.50 запасом. А так, ну, наверное, надо искать 11.20, 11.30. Core Voltage я задал на 700. При этом у меня карта вот так вот майнит. Я сейчас хочу, чтобы часа два времени прошло. Ну, оптайма, чтобы, как говорится, себе уже выкладывать. Если буду держать, то вот так оставлю. Ты понял. Тот более безопасный режим, чем этот. Но в то же самое время это пока 44.7. А там уже, как говорится, делай выводы сам. При этом 156 ватт минус 52 получается 104 ватта. То есть вот как бы для меня 104 ватта за 44.7 лучше, чем 142 ватта там за 46.1. То есть разница полтора мегахэша, а эти полтора мегахэша, получается, стоят 40 с лишним ватт. Понимаешь? Оно того не стоит. Я думаю, ты согласишься. Майнит уже 2 часа 14 минут. Вот такая формула. Получается, что ты тут видишь 158 ватт потребления суммарное. Из них 52 тушка, 106 разделить на 44.7 будет 2.37 ватт за 1 мегахэш. Что, в принципе, очень неплохо. На вот таких настройках я тебе скажу, можно адаптировать еще. За счет чего можно адаптировать? Конечно, за счет того, что чуть-чуть занизит core clock, чуть-чуть занизит core voltage. И по возможности, насколько даст, занизит memory voltage. Ну, это надо смотреть на дистанцию уже, естественно. И за счет того, что вот здесь прописать три команды. Ты понял, где-то сейчас я тебе покажу. Вот они, эти три команды. Ну, только надо подстраивать, конечно, с учетом тех карт будет это все делать. И за счет этого, я думаю, где-то в районе сотки можно будет увидеть. Я так думаю, это не точно. Если ты хочешь, чтобы я продумал этот момент, давай попробуем собрать тысячу лайков. Как я соберу, если карту я отдам чайку. Все очень просто. Я себе заказал уже 6 таких карт. Пока ты не налетел как бешеный и не стал заказывать, я пока цены более-менее адекватные. 6 штук себе заказал. При этом температура чипа 72 градуса. Я тут посмотрел уже, ролик получается большим. Поэтому Ворону, Бим и там 3-4 другие монеты мы сделаем во втором ролике. Опять же, когда этот ролик сможет собрать тысячу лайков. Ты понял мысль? Вот. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, Твиттер. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...